33 раза боевики открывали сегодня огонь по украинским позициям. Ранены пятеро наших военных. Самое горячее направление Луганское. Впервые за долгое время противник применил реактивную систему и тяжелую артиллерию. Дошло до 152-го калибра. Как обстоят дела на Донецком направлении, узнаем от Игоря Левенка. Восьмой же башни, субинномета. Это 120-й прилетает. Авдеевская промзона. Ни одна ночь здесь не проходит без боя. Свист пуль и выстрелы из гранатометов для этой местности уже повседневность. А вот сегодня оккупанты уж слишком активны. В шесть утра ударили еще из запрещенных калибров. Бой был интенсивный. Двился еще раз повторяю час. Интенсивные стрельбы, интенсивное накрытие артиллерии минометом. Десантники после беспокойного утра тщательно чистят оружие. Врага пришлось успокаивать. С утра противник открыл огонь из артиллерии минометов. Использовал весь арсенал стрелкового оружия. Наши десантники вынуждены были отвечать. Сделали они это эффективно. Теперь у врага на одно укрепление меньше. Один блиндаж боевиков сгорел. Армейцы уверяют, каждое движение врага не остается незамеченным. Наемники бьют из минометов и получают достойный ответ. Беспокоят и вражеские снайперы. У нас антиснайперы тоже работают нормально. Не хуже их, а даже лучше. Так что боремся не тоже в силах своих возможностей, а даже выше. В минуты затишья бойцы занимаются хозяйством. Пора весеннее. Время обрабатывать огород. Тут мы выращиваем картоплю. Касмена приедет, хлопцы как раз посходят. А в блиндаже ребята нарезают торты. Старшине Петровичу сегодня исполнилось 42. Именинник в хорошем настроении, несмотря на громкие приветы с той стороны. Несколько минут на поздравление, и десантники расходятся по боевым постам. Враг снова начинает обстреливать промку. Армейцы сопровождают нас в безопасное место. Из прифронтовой Авдеевки Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова